Ветерану из Чувашии вручили медаль в честь 25-летия МЧС. Михаил Попов стал первым обладателем юбилейной награды в республике. Про таких, как он говорят, прошел огонь и воду. С героической биографией заслуженного пожарного познакомились мои коллеги. Михаила Попова его коллеги называют капитаном огнеборцев республики. Больше половины своей жизни он отдал службе в пожарной охране, уйдя на пенсию в звании старшего сержанта. На его кителе не осталось свободного места от орденов и медали. Очередную награду вручил начальник главного управления МЧС. За каждый из этих наград подвиг. Он был призван на фронт в 42-м году. В составе стрелкового полка Михаил Ефремович освобождал города Житомир, Коростень, Маловодец и Минск. В 44-м его перевели в танковую бригаду. Не раз вспоминает ветеран, экипаж боевой машины стоял на волосок от гибели. На разнуютой дорогу. Мы вышли на дорогу. А вот немцы уже приходят. Мы стали и их стали. Ну, они сложили. Их машину разбили. Сколько немцев нельзя, не считал. Мне там считать-то некуда. Все стрелять надо. Во время одного из боев их танк был подбит. Выбраться из горящей машины удалось только Михаилу Попову. Он вернулся домой в 48-м и сразу устроился на службу в пожарную охрану Чебоксара. На его счету ликвидация многих крупных ЧП. Конечно же, он нам нужен как живой пример, как человек уважаемый, как человек победителю в войне, для того, чтобы на этом примере воспитать нашу молодежь, которая приходит сегодня работать в пожарную охрану. В службе в МЧС он остался верен и выйдя на заслуженный отдых. О своей работе в пожарной охране ветеран часто рассказывает детям. Отсюда, вот села, привозил на экскурсию, у нас пожаротехническая выставка есть, школьников находил автобус, договаривался, сам платил, привозил школьников туда смотреть. Потому что болел. Болел за это работать. Вообще Михаил Ефремович признается, что мечтает дожить до 100 лет. Осталось немного. Недавно ему исполнилось 93. Свой юбилей ветеран уже пообещал отметить вместе с коллегами по службе. Дмитрий Ковалев и Анастасия Ковалева. Республика.